Каптюшин Сергей Факт номер один Бегает ультрамарафоны Факт номер два Сдерживал фанатов Безрухова и Ника Вуйчича Смотри Сережу на ProPoHotTV Добрый день Сергей, мы рады приветствовать тебя в нашем эфире Привет Сережа Привет Кристина Колев Здравствуйте наши дорогие телезрители Сереж, о чем ты сегодня расскажешь нам в эфире? Сегодня у нас речь пойдет о межсезонье, точнее погоде в межсезонье Я выбрал именно эту тему по той простой причине, что во время межсезонья Очень резкая смена погоды происходит и ее очень сложно предугадать А конкретнее более у нас пойдет речь о том, как нужно подготовиться к своему путешествию Чтобы предусмотреть изменения погоды, какие они возможны и что делать в той или иной ситуации Как себя правильно повести, чтобы минимализировать какие-то негативные факторы при столкновении с необычными погодными условиями Такими как дождь, снег, град или же туман Слушай, на самом деле это очень важная тема в подготовке Потому что я лично столкнулся первый раз с термином межсезонье Когда я готовился к походу и мне посоветовали взять обувь прорезиненную То есть не обычные кроссовки, а именно прорезиненную Я спросил, почему? Они говорят, ну мы же идем в межсезонье Я такой, и что же это значит? Я тогда был в 11 или в 10 классе, по-моему На что мне ответили, то что в межсезонье тает снега Очень много воды, везде слякать и так далее И это малая часть того, что может произойти с вами в межсезонье Поэтому я уверен, что эта рубрика будет важна и полезна Тем более сейчас у нас весна В межсезонье в самом разгаре? Да, именно поэтому и было решено взять эту тему А теперь внимание на экран Если у вас возникают вопросы, то вы можете задавать их по ссылке, указанной на нашем экране И давайте же посмотрим непосредственно выпуск нашей программы Добрый день, меня зовут Каптышин Сергей И сегодня в эфире программа «А что если?» Мы с вами поговорим о погоде, о внезапном изменении погоды в нашем путешествии Собирать путешествия, во-первых, необходимо изучить время года, в которое вы туда отправляетесь И желательно на сайтах погоды, если это хороший сайт, у них есть архив погоды В этом архиве можно посмотреть данные на это место за прошедшие 5-10 лет И, соответственно, увидеть тенденцию погоды на это время И в голове уже прикинуть, как же какое снаряжение мы возьмем И переходим к следующему пункту Это как раз-таки подбор снаряжения Подбираем, исходя из данных, свое снаряжение Думаем, что мы возьмем с собой Как мы этим будем пользоваться и так далее и тому подобное И третий момент – это тактика Подумать о том, что мы будем делать в той или иной ситуации Это очень важно Тоже относится к тактике К примеру, если застанет нас дождь или шквальный ветер Или же, если пойдет снег, опустится туман Как мы будем выбираться из этой ситуации Тоже нужно продумать обязательно Нужно придумать для себя в голове тактики именно решения этих ситуаций Короче говоря, подумать, а что если вот здесь сейчас это наступит И как мы будем с этим действовать Переходим непосредственно к нашей рубрике И увидим же, что мы будем делать Разберем с вами, как мы будем действовать Если опустится туман, если пойдет дождь Или же, если пойдет град или снег А теперь же мы поговорим о тумане Туман – это очень частое явление в наших путешествиях В низинах туман почти всегда бывает с утра Во всех остальных случаях туман появляется при резком снижении температуры К примеру, после дождя воздух остывает и появляется туман Туман для нас неприятен следующими моментами Такими, как все снаряжение начинает мокнуть Причем мокнет гораздо быстрее, нежели под дождем Снижение, очень резкое снижение видимости И плохая работа навигации в густом тумане Или же в облаке Чтобы все эти моменты как-то нивелировать Необходимо, во-первых, снаряжение все упаковывать Очень герметично, чтобы не промокло И чтобы нам спать можно было в сухой одежде Также необходимо держаться плотной группой Чтобы был зрительный контакт с своими товарищами Иначе можно кого-нибудь потерять Это неприятность Держитесь вместе, и этого никогда не произойдет Стоит утеплиться и надеть какую-то непродуваемую одежду Потому что в тумане обычно становится холоднее Возможно, в каком-то случае нужно будет просто переждать туман Остановиться, собраться всей группой вместе И подождать буквально несколько минут И туман может рассеяться И следующее явление – это град Не самая приятная ситуация Если в походе, особенно где-нибудь на узкой тропе Вас застает врасплох вот такое явление, как град А что же нужно делать в этой ситуации? Во-первых, не паникуйте Во-вторых, если вам необходимо двигаться То постарайтесь защитить себя Наденьте на голову шапку Или же используйте туристскую сидушку Или можно даже достать свою пенку И накрыться пенкой Чтобы град не побил вас Если у вас есть возможность воспользоваться естественным укрытием То, конечно же, не теряйте ее К примеру, есть гроты Или же встаньте под дерево Где напрямую вас не достанет град Обычно град не продолжает долго Это явление проходит в течение нескольких минут Поэтому лучше всего переждать Следующее наиболее часто встречаемое – это дождь и снег Дождь и снег очень регулярно в походе встречаются Особенно в межсезонье Так как в это время погода еще неустойчива И может меняться по всем четырем временам года Выйти в дождь, после этого пройтись по теплому-теплому солнышку И вас дальше будет накрывать снег Да, это не очень приятно иногда Но это самые незабываемые впечатления на самом деле От наших путешествий В этой ситуации, если вы понимаете, что начинает идти дождь или снег То сразу же достаньте свой дождевик Или непромокаемую куртку И наденьте ее, чтобы не промокать целиком и полностью Если вам еще нужно идти, то лучше не делать длительные привалы Старайтесь двигаться дальше Помните, если мы остановимся и не будем ничего делать Нам будет становиться все холоднее и холоднее Средство от холода – это наше движение Или же, конечно, костер и теплая еда с теплым чаем Вот нужно добиться этих результатов Конечно, если вы понимаете, что вы замерзаете То необходимо сменить свою одежду на теплую, сухую Помимо всего прочего, от холода есть еще интересные приспособления К примеру, вы можете воспользоваться химическими грелками Которые можно взять с собой Купить их заранее, подготовить снаряжение свое И носить И если вы понимаете, что это та ситуация, когда нужно использовать эту грелку То используйте ее Можно использовать также такие грелки, когда вы ложитесь спать Просто положить ее с собой в спальник Также можно нагреть бутылку воды Залить просто горячую воду в бутылку Обернуть ее каким-нибудь полотенчиком И положить ее в ноги спальника Это очень удобная и приятная грелка Также я рекомендую носить с собой в походы спасательные одеяла Они очень мало весят, но они очень функциональны Запомните, если вы начинаете замерзать То серебряной стороной к телу Оборачивайтесь в это одеяло И вам станет гораздо теплее На этом у меня все Выпуск завершен Будьте аккуратны, берегите себя Слушай, Сереж, я никогда бы не подумала, что весной в такое красивое время года может быть такое А еще, кстати, я увидела там молодого Колю на видео Который шел и мог подождем Да, да, ну как молодого По-моему, он не сильно нравится Спасибо, Сергей Действительно, вот в это время года Очень много разных, ну, таких неприятностей иногда Попадается нам в пути То есть погода сильно меняется И она бывает разной, совершенно разной И к ней нужно просто подготовиться При этом все доступные способы я уже описал Скажи, пожалуйста, Коля Были ли у тебя вообще резкие изменения в походе И как ты с этим справлялся Вот с детьми, с группами Какие у тебя были самые запоминающиеся моменты? Слушай, на самом деле у меня очень часто бывали ситуации в горах Когда погода менялась до неузнаваемости за 5 минут Один из самых ярких примеров На вершине, ну, у вершины горы Большой Тхач Когда мы на нее начали подниматься И светило яркое солнце И буквально за 5 минут Все небо заволокло черными тучами И начался проливной дождь с градом, ливень Вот, благо там у подножия скалы Соколова есть вагончик И мы в этом вагончике укрылись благополучно Переждали непогоду Вот, на следующий день уже совершили восхождение Было много раз, когда не было рядом вагончика И мы просто натягивали тент Для того, чтобы переждать также этот дождь Одна же веселая ситуация получилась Мы на хребте находились Растянули тент Накрылись им Сели на рюкзаки и сидим, пережидаем дождь И я в какой-то момент просто закрыл глаза Чтобы они отдохнули И начал напевать песню Дети подумали, что я молюсь в этот момент И посчитали, что Говорят, раз инструктор начал молиться Значит, все совсем плохо И мне тогда стало безумно смешно Это очень веселая группа была И мы с ними вспоминали Ситуацию неоднократно По тентам очень хорошо пережидать дождь Сережа, а почему ты спросил только у Коли? Я извиняюсь А какой случай у тебя был в походе? Расскажи, пожалуйста Вообще-то у меня был тоже случай в походе Когда я приехала в Краснодар Это был конец марта Мы приехали И была температура вообще-то плюс 24 градуса После того, как мы вышли на маршрут Была такая же погода Но когда мы проснулись Мы не могли открыть свои палатки И выйти, потому что были сугробы Потому что реально было много снега Просто за ночь зацепало все А мы этого не видели После того, как мы вышли на маршрут Начался проливной дождь Снег, соответственно, уже растаял Шел дождь И вернулись мы тоже в прекрасную Солочную погоду Так что, Сереж, если ты задаешь вопросы То подумай, пожалуйста Что здесь два ведущих Которые ходили в походе Хорошо, хорошо Сереж, мне еще сейчас вспомнилась Очень яркая ситуация Как раз-таки межсезонья Когда мы с вами, Сергей Александрович Бегали первый наш ультрамарафон В Адыгее И суть в чем Мы выбежали в 11 утра По-моему, светило солнце Мы выбежали в шортах, дорогие друзья Часов в 5 вечера начался дождь Часов в 7 вечера начался снег Ночью был мороз А утром снова светило солнце Вот вам, пожалуйста, межсезонье Коля рассказал вам сейчас практически мою историю Практически Я согласен Я помню прям этот момент И помню, какие смешанные чувства Нас всех тогда посещали Как мы хотели даже вернуться пешочком назад В лагерь базовый Вот на этом ультрамарафоне Остаться, поспать там до 5 утра хотя бы И потом продолжить это Но когда мы начали опять бежать Это, по-моему, от водопада От какого-то было И мы начали сгибаться И почувствовали, что нет И снег нипочем Можно дальше двигаться И сохранять свое тепло Ну да, тут очень важно Сохранять, в принципе, самообладание В первую очередь Потому что для нас Это был первый опыт ультрамарафона И мы столкнулись тогда С таким моментом Лично я Не знаю, как ты, Сергей А как паника Когда начинает тенеть И для тебя это Очень непривычные такие условия Холодно Темнеет Ты в лесу У тебя нет рюкзака с палаткой С собой И тебе нужно еще бежать Как минимум 12 часов А то и больше И ты начинаешь В мыслях Крутить возможные ситуации И тебя потихоньку Начинает одолевать страх И тут важно Не поддаваться этому страху А сохранять Здравый рассудок И делать все Так, как ты до этого Запланировал Ну, исходя, конечно Из Условий, которые у тебя Находятся в данный момент Да, совершенно прав И для того Там нужна и команда В ситуациях Когда Кто-то из команды Ну, начинает Думать О каких-то плохих исходах Или У кого-то из команды Получается Та ситуация Что Он не находит Для себя выхода То Вся остальная команда Только должна Поддерживать Друг друга И, соответственно Вот Та ситуация Как раз таки Когда Мы думали Что нужно Там Возможно Сойти С этого маршрута Перестать бежать Вернуться в лагерь Вот там Как раз таки И помогла нам Какая-то командная Психология Когда мы Начали двигаться Дальше И Ну, вышли Из этой ситуации Ну, я бы сказал Победителями В тот Ультрамарафон Заняли Третье место Исходя из того Что это был Первый опыт Нашего забега Да-да-да У меня, кстати Тоже есть Ситуация Когда Мы с ребятами Ну, много таких ситуаций На самом деле В Краснодарском крае Когда мы с ребятами Попадали В нестандартные ситуации С погодой связанные И одна из них Я прям вот До сих пор Я хорошо помню Когда мы стоим На чертовых воротах Или же Перевал Очерпок Его еще называют Или Четовые ворота И Я, ребятам Начинаю рассказывать О том Какие здесь Красивые виды Что здесь Вот слева Справа Здоровенные Красивые скалы А дальше С собственных рук Мы ничего не видим И это вот Та ситуация Когда Просто ты можешь На одном месте Развернуться Влево Вправо И потеряться В пространстве То есть Ты не знаешь Откуда ты пришел Ты не знаешь Куда тебе дальше идти И если Нет Четкого направления И четкого понимания Куда тебе дальше Нужно двигаться То в тумане Реально можно Вот Заблудиться Но Хорошо Что у нас Все маршруты Хорошо проработаны И мы По ним Тысячу миллионов раз Уже ходили И никаким последствиям Это привести Уже не может И соответственно Изучение района Всегда дает О себе знать Также Я хотел бы сказать Напоследок О нашей группе О группе Которую я веду О группе О рубрике А что если Хочу напомнить Дорогим зрителям Что вы можете Писать туда Свои вопросы Кстати Там был вопрос Как раз таки А что делать Если боишься Замерзнуть В палатке И вот Сегодняшний выпуск На это Ответил Как вы можете Подручными средствами Или купить Какие-то средства Для собственного Согревания В палатке И Также Там будут Выставляться Опросы На которые Можете отвечать И Соответственно Можете даже Выиграть Какие-то призы Наши памятные Спасибо большое Сереж Замечательная рубрика Замечательный рассказ Мы будем рады Видеть тебя снова В нашем эфире До скорой встречи